Шма-А, Израэль, Адонай, Элогейну, Адонай, Эхай. Молимся. Халилуя. Баруха та Адонай, Элогейну Мелыха Олам, Ашар Бахар Бану Миколе Амим, Венетан Лану Эт Торото, Баруха та Адонай, Нотена Тора. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава называется Ницавим. И на этой же неделе мы также читали не только Ницавим, но и следующую недельную главу Вэйлех. И, собственно, читая эти недельные две главы, они коротенькие, но вот так сложилось, что просто на следующей неделе мы уже вступаем в череду осенних праздников Господних. И мы будем встречать Йом Труа, который называется еще и Рошашана, или глава года. И очень интересно, вот эта вот недельная глава, она перекликается, собственно, с тем временем в череде праздников. Значит, собственно, краткое содержание Ницавим. Это обновление Завета, Израиль как единство поколений, раскаяние и возвращение, Тора не на небе и свободный выбор. Значит, и на что я обратил внимание, когда я читал эту недельную главу? Ну, во-первых, начало недельной главы. «Все вы стоите сегодня пред Господом, Богом вашим». Очень интересная фраза, которая меня затронула тем, что, ну, постановка вопроса такая, сказано это было много-много-много лет назад. Но при всем при этом формулировка фразы такая, что когда мы ее читаем, такое ощущение, что эти слова адресованы к нам здесь и сейчас, ко всем тем, кто стоит пред Господом. И там звучат такие слова, это второзаконие, 29 глава, с 14 по 15 стих. «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». То есть удивительно, я читал первую строку этой недельной главы, и у меня было ощущение, что обращение ко мне здесь и сейчас. А дальше идет подтверждение, что это ощущение было истинным, что Бог действительно обращается ко всем поколениям. И можно предположить, что не только... То есть там не сказано будущих еще, прошлых. Там сказано с теми, кто здесь сейчас, и с теми, кого здесь сейчас нет. И можно предположить, что здесь речь идет о заключении завета с теми, кто жили до этого и стояли пред Господом, и с теми, кто будет жить после этого и тоже будет стоять пред Господом. И вы знаете, когда начинается вот эта череда осенних праздников, мы, собственно, от Йом-Труа через Дни Трепета плавно подходим к Йом-Кипуру. И в еврейской среде, по еврейской традиции, желаю доброй записи на будущий год. И идея в чем состоит? В том, что в Йом-Кипур происходит суд над человечеством, не только над Израилем, но над всем человечеством. И мы желаем, чтобы наше имя было записано в этой книге на будущий год, чтобы оно не было вычеркнуто, потому что если оно вычеркнуто, в книге жизни на будущий год меня не должно быть, а значит, как бы меня не будет и в этом мире. Мы хотим жить, хотим жить долго и счастливо, и поэтому мы желаем, чтобы наше имя было записано в эту книгу на будущий год. Ну, вы знаете, я как-то исследовал вопрос вообще о книге жизни и о записи в книге жизни, собственно, во всем Танахе, и в Танахе, и в писаниях Брит Хадаша, в новых новозаветных писаниях. И вот интересно, что я выяснил для себя. Значит, из первого послания Петра, 1 глава, 17-21 стих, все я читать не буду, только вот конкретные слова, но драгоценную кровью Мессии, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших в Него, через Него в Бога. То есть, смотрите, предназначенного еще прежде создания мира. То есть, мира не было, и Шуа, как Агнец, уже был. Откровение, 13 глава, 8 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, то есть зверю, которых имена, не написанные в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». То есть, смотрите, вообще интересное место. Агнец заклан от создания мира. То есть, мира еще не было, но он уже принесен в жертву. И у него есть, еще мира нет, но у него уже есть книга жизни. И как вы думаете, она пустая или она заполненная? Писание об этом не говорит. Здесь оно конкретно говорит, что к тому времени, когда будет проявиться зверь, и будут люди, которые на этот момент не будут записаны в этой книге, они поклонятся этому зверю. А значит, были те, кто записаны. А поскольку книга у Агнца «От создания мира», то мы можем предположить, что на самом деле наши имена были записаны там. Вносит ясность еще один отрывок. Исход, 32 глава, 31-33 стих. «И возвратился Маше к Господу и сказал, «О, народ сей соделал великий грех, сделал себе золотого Бога, и прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из твоей книги, в которую ты вписал». Господь сказал Маше, «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Из этого отрывка мы можем увидеть более детально, сложить себе представление о книге жизни. Из книги, в которую ты вписал. То есть, когда-то мы были вписаны в эту книгу. И Господь говорит, «Того, кто согрешил предо мною, изглажу». И создается впечатление, что изначально эта книга, она заполнена была именами всех живущих людей на земле, живших, живущих и будущих жить. И вы знаете, я как бы проштудировал все писания на тему внесения нас в эту книгу, и нигде не нашел этой информации, кроме того, что уже вписал. То есть, уже когда-то мы были вписаны, и никого дополнительно туда не вписывают, но оттуда Господь может изгладить. И Он конкретно говорит, «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Дальше, Откровение 17 глава 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его и явится». Вот смотрите, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. То есть, мы можем сделать вывод, что те, которые записаны, записаны таки от начала мира. Значит, и вот книга Агнца написана от начала мира, записаны мы в ней от начала мира. И Агнец заклан от начала мира. И все жертвы Господу за всю историю человечества ценны только тем, что основанием их является жертва Агнца, закланного от создания мира. Но будучи записанными в книге жизни, можно быть и изглаженными из нее. Но сделать это может только Господь. И вот получается, что когда мы говорим о том, что мы хотим быть записанными в книге жизни на следующий год после суда, мы стараемся что-то делать. И мы полагаем, что нашими делами мы можем заполучить, гарантировать себе запись книги жизни. Но по ходу получается, что мы там уже записаны. И возникает вопрос, можем ли мы чем-то заработать себе жизнь? Однозначно нет. Тем более, что постановка вопроса совсем другая. Мы там записаны. Это то, что говорит Слово Божие. Мы там записаны. Еще нас не было. Еще не было этого мира. Но была эта книга, была Агнец. И была эта запись. Тогда что же делать? Безусловно, делать дела, которые угодны Творцу. Но делать это не из страха быть вычеркнутым, хотя это реальная возможность. Не из попытки задобрить Творца, чтобы он вписал, потому что это бессмысленно, потому что уже вписаны. И поэтому мы должны делать то, что нам предписывает Творец. Но делать это и с благодарностью, и с радостью, а не со страхом. И вот, собственно говоря, Всевышний, когда заключает завет, он поэтому и говорит, что завет заключается не только с тем поколением, которое стоит перед ним, а со всеми жившими и живущими, с теми, кого там не было. И с нами в том числе. И более того, в наше время мы имеем развитие взаимоотношений Творца со своим творением. И у нас есть обновленный, опять же, вот то был обновленный договор. И у нас есть еще более обновленный, то есть у нас есть последняя версия этого договора, новый договор в крови Ишуа Мессии. И это для нас очень радостная новость. Значит, также в этой недельной главе есть определенное предупреждение. Это Второзаконие, 29 глава, 17 по 20 стих. Может быть, есть среди вас мужчина или женщина, то есть это личностный уровень, семейство или колено, это уже группа людей, может быть, достаточно большая группа, сердце которого отвращается ныне от Господа, Бога нашего. Чтобы идти служить божествам тех народов, может быть, есть среди вас корень, приносящий яд и полынь. И вот, как выслушает он слова оклятвенного договора этого, он благословит себя в сердце своем, говоря, «Мир будет мне, хотя буду ходить по произволу сердца моего. И пропадет таким образом сыт и с голодным. Не благоволит Господь простить ему, ибо возгорится тогда гнев Господа и ярость его на того человека. И падет на него все проклятие, написанное в книге этой. И сотрет Господь имя его из-под небесной. И отделит его Господь на злополучие от всех колен Исраэля, сообразно со всеми проклятиями завета, написанного в книге закона сего». То есть в чем идея? В том, что если какой-то человек или группа людей, ну, в нашем реальном мире это уже не только Израиль, но народ Божий, объединившийся вокруг Израиля Божьего, представители других народов, то есть это относится к современным христианским церквам в том числе. И здесь идет речь о том, что если человек или какого-либо сообщества скажет себе, что «я буду ходить по произволу своего сердца, и будет мне мир», то есть я буду ходить не путями Божьими, а так, как я себе это представляю, «и буду иметь мир Божий, и буду иметь благословение», то Господь говорит, что мало того, что Он отделит, Он еще и проклятие пошлет на тех, кто по сути своей искажает путь Господень и отделяет себя и еще кого-то от этого пути, и искажает этот путь, извращает этот путь. Нужно понимать, что когда мы сами себя отделяем, мы уже себя обрекаем на погибель. Но тут есть очень важный момент. Господь бодрствует над Своим Словом, и поэтому Он обещает, что эта погибель будет приумножена тем, что на это сообщество или на этого человека будут посланы конкретные проклятия для того, чтобы уничтожить этот погибельный путь. И, собственно, мы стоим в преддверии праздника, который называется Йом Троа. В еврейской традиции это Роша Шана. И в этой недельной главе говорится о том, что народ все-таки отойдет от Господа. Из истории мы видим, что Токеда отходит и многократно, и исторгается из земли, которую Господь дает. И, собственно, вот трубный звук, день памяти о трубном звуке на тот момент, это вот какой трубный звук мог помнить на тот момент Израиль? Трубный звук, который возвещал сошедствие Господа на гору Синай для заключения договора для дарования Торы. То есть, по сути, Бог выводит народ свой из рабства египетского, переводит к горе Синай, и, даровав свободу, дарует принципы этой свободы, в соответствии с которыми эту свободу можно сохранить, приумножить и жить в этом, и развиваться в этом, и возвещать славу призвавшего себя из тьмы в чудный свой свет. И вот Господь говорит о том, что народ отойдет, но пройдя через определенные и благословения, и проклятия, в конечном итоге он возвращается к своему Творцу, возвращается уже в совершенно новом качестве. И вот вы знаете, в этой же главе говорится о том, что Всевышний призывает саму Тору во свидетели, он призывает небо и землю во свидетели тому, что эти слова истинны, и что это произойдет. И вы знаете, мы живем в удивительное время, когда вот все слова, и благословения, и проклятия, они уже осуществились. И мы, собственно говоря, изучая историю Израиля, мы также можем сказать, что мы свидетели того, что эти слова истинны. И какое это вообще имеет отношение к нам сегодня? Вот у Исаии, 27 глава, 13 стих, есть замечательное пророчество. «И будет в тот день, вострубят в великий шафар, и придут пропавшие в земле Ашурской, и заброшенные в землю Египетскую, и будут они поклоняться Господу на горе Святой Верушалаями». И вот интересный момент. Здесь говорится о великом шафаре, который прозвучит в конце дней, который выведет «выведет пропавших в Ашуре и заброшенных в Мицраем». Мицраем буквально переносится как теснины, или образно еще как... Это слово однокоренное со словом цорес, проблема. То есть это, скажем так, такая жизнь, когда нас преследуют, когда нас убивают, когда нас ни во что не ставят. И мы под этим давлением, под давлением этих обстоятельств взываем к своему Творцу. Потому что без Творца выжить мы не в состоянии. И вот когда прозвучит этот шафар, он возвестит свободу из таких обстоятельств. А Ашур – это однокоренное слово со словом «ошер», которое переводится и как «счастье». Это счастье, которое получаем мы, испытывая определенные удовольствия. Это богатство. То есть это жизнь в достатке, в изобилии и в довольстве. И вот интересно, что очень часто, когда у нас тяжелые обстоятельства, мы к Богу взываем, мы к нему обращаемся, мы к нему приходим. Но когда у нас все становится хорошо, у нас всего в достатке и даже более того, нас никто не трогает. Мы можем позволить себе многие вещи. Вот давеча я, например, читал один комментарий, и там говорится о том, о том, что Ашур – это, собственно, прообраз хорошего образа жизни, в котором евреи начинают ассимилироваться. Они начинают уподобляться окружающим народам, верующие начинают уподобляться неверующим, и это тоже определенный плен. И вот когда прозвучит вот этот великий шафар, он избавит нас и от очарования, богатства и счастья земного, также избавит от всех преследований, притеснений и убийств. И вот, собственно, в преддверии вот этих вот праздников осенних, и в частности вот Йом-Труа, хотелось бы все-таки, чтобы мы задумались, о какое место в жизни мы действительно даем Богу. Я помню, однажды у меня был не очень удачный день, я взмолился, говорю, «Господь, зачем вообще вот этот день нужен? Зачем эти обстоятельства? И есть ли во всем этом Ты? Я Тебя в этом не вижу». А Господь мне задал такой простой вопрос, «А дал ли Ты место мне в этих обстоятельствах?» Вы знаете, на самом деле, независимо от того, какие обстоятельства по жизни мы попадаем, мы должны сами сознательно призывать Господа в те обстоятельства, в которых мы есть. Независимо от того, хорошие это обстоятельства или плохие. Мы должны всегда быть в связи со своим Творцом, со своим Господом, Царем и Избавителем. И тогда мы проходим эти обстоятельства достойно, и когда мы встретимся с ним лицом к лицу, нам не будет стыдно за те годы, которые мы прожили на этой земле. Поэтому я взываю сейчас ко всем, кто слушает, давайте мы сейчас смиримся пред Господом и следуем свои пути, чтобы действительно войти в эти праздники, исследовать эти праздники, исследовать Писание, молиться и приводить жизнь свою в соответствии с тем, что нам было даровано на Синае и что нам было даровано на Сионе. Субтитры подогнали Симон.